Между тем, наверху уже собрались офицеры батальона, и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу, в кухне, за неимением другого алкоголя, пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в желтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки. — Ну, послушай ты! — грубо оборвал его капитан Сагнер. — Если ты прибавишь еще что, твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы. Я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим. В то время, как они после каждого глотка проклинали предприимчивого еврея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольно определяющегося Марека. Марек воспользовался задержкой батальона у Золтонца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем. Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать, если перед нашим духовным взором предстанут все герои-участники боев у деревни Энн, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов Эннского полка и другой батальон Эннского полка, мы увидим, что наш Эннский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе Эннской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на Эннском участке. — Ну вот видишь, — сказал Швейк вольно определяющемуся, — я опять здесь. — Позволь тебя обнюхать, — ответил растроганный вольно определяющийся Марек. — Хм, от тебя действительно воняет тюрьмой. — По обыкновению, — сказал Швейк, — это было лишь небольшое недоразумение. — А ты что поделываешь? — Как видишь, — ответил Марек, — запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но я никак не могу все связать воедино. Получаются одни только Энн. В оригинале здесь игра слов. «Енном» по-чешски имеет два значения. «Энноно» равно единице. «Энн» — ничего. Я подчеркиваю, что буква «Энн» достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет еще большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона и в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения, и после победы крадут вовсю. Ну, впрочем, это не важно. Даже если нас разобьют на голову, вот здесь документ о нашей победе. Ибо мне, как историографу нашего батальона, дано почетное задание написать. Батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне. Нападение наших солдат и штыковая атака была делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, бросается в собственные окопы. Мы колем его немилосердно штыками, так что он в беспорядке покидает окопы, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо. «Всыпали по заднице, дорогая жена, я здоров». «Отняла ли ты от груди нашего озорняка?» «Только не учи его называть папой чужих, мне это было бы неприятно». Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому всыпали, это можно понять по-разному, выражено, неясно. «Главное ясно выражаться», — изрек Швейк. В 1912 году в Праге у святого Игноца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил Самвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестяник Кулешик. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер должно быть здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают на церковную кафедру? Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. У Брэшков много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка. Возвращаясь с работы навеселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями. При этом он приговаривал. «Мы на вас, вы на нас». За это однажды он получил от одного, вполне приличного господина из Игловы, вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу пятого класса, и спросил ее, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей два зуба, а на третий день получил от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности, он, мол, не хотел сказать никакой грубости, публика его не поняла, потому что «мы на вас, вы на нас» собственно означает «мы на вас, вы на нас» не должны сердиться. Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде, а если уж получит, так потом вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный, и еще бог весть какой, и тоже не раз отлупят как следует, но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными, и если он начнет с ними драться, то получит вдвое, втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живет пан Гаубер. Как-то раз в воскресенье возвращался он с загородной прогулки с Бартуньковой мельницей, и на шоссе в Кундротицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришел домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож из золингенской стали, на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились, до того были зазубренные и тупые. Потом его жене захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундротицы. Но он был так скромен, что ходил только к Банзетам в Нусли. Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его Банзет вышибет, чем кто-нибудь другой тронет. — Ты ничуть не изменился, — заметил Швейку, вольно определяющийся. — Не изменился, — просто ответил тот. — На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но и это еще не самое худшее. Главное, я с двенадцатого числа нигде не получал жалования. — У нас ты теперь его не получишь, потому что мы идем на соколь, и жалования будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за две недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим двадцать четыре кроны семьдесят два геллера. — А еще что новенького у вас? — Ну, во-первых, потерялся наш арьергард. — Задем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной семидесятилетней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается. — Мне тоже кажется, — выразил свое мнение Швейк, — что он не виновен, ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица. Точно такой же случай произошел на маневрах у табора. Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожий пол. Солдат храмоста подкрался к ней и хлопнул ее, ну, как бы это сказать, по юбкам, что ли. А юбка у нее была подоткнута очень высоко. Он ее шлепнул раз, она ничего, шлепнул другой, третий, она все ничего, как будто это ее не касается. Тогда он решился на действие. Она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит, — Вот как я вас поймала, солдатик. Этой бабушке было за семьдесять. После она рассказала об этом всему селу. Позволь теперь задать один вопрос. — За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом? — Да, как-то случай не подвернулось, — оправдывался Марек. — Но что касается тебя, приказ по батальону о твоем аресте отдан, это я должен тебе сообщить. — Ну, это не важно, — спокойно сказал Швейк. — Они поступили совершенно правильно. Батальон должен был это сделать, батальон должен был отдать приказ о моем аресте, это было их обязанностью, ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. — Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи? — Тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь. — У господина обер-лейтенанта Лукаша и без того со мной немало хлопот. И Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая, — Полюбуйся на меня, моя дорогая, полюбуйся на меня, ишь, каким сегодня барином шагаю. Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров. Болтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент чистили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе. А адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил. — Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка. — Швейк! — из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил. — Здесь, — осмелюсь доложить, — пехотинец Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты. Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил. — Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя-императора. — Бог мой, что вы говорите, Швейк! — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаша. — Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант. И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло. Все смотрели на него и не верили своим глазам, а он рассказывал обо всем подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде Галлимула-Балибией, а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, Валивула-Валивей, Малимула-Малимей, поручик Лукаш не удержался и пригрозил. — Я вас выкину, скотина. — Продолжайте кратко, но связано. И Швейк продолжал со свойственной ему обстоятельностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора голубые очи. — Не дают покоя в ночи! — добавил он в рифму. Тут командир 12-й роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку. Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть, как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант. Дуб находится в бригаде. У него сотрясение мозга. Он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалование и деньги на табак. Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент дверь открылась, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов. Это было начало наслаждений, которых ожидали все. — Несчастный, — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение, в предвкушение предстоящего блаженства. — Вас спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи. — Швейк, — добавил поручик Лукаш. — Если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо. — Осмелюсь доложить, со мною должно быть плохо, — подтвердил, отдавая честь Швейк. — Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать. — Исчезните! — заорал капитан Сагнер. Швейк исчез и спустился в кухню. Туда же вернулся удрученный Балуоун и попросил разрешения прислуживать поручику Лукашу на пирушке. Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрейды с Балуоуном. Юрейда пользовался не совсем понятными выражениями. — Ты, прожорливая тварь, — говорил он Балуоуну, — ты бы жрал до седьмого пота. — Вот натерпелся бы ты мук пекельных! Позволь я тебе отнести наверх ливерную колбасу! Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились, согласно разработанному поваром Юрейдой, плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех. — Здорово! — приветствовал Швейка, старший писарь Ванек, обгладывая ножку. — Только что здесь был вольно определяющийся Марек и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир. — В хорошенькую историю я влип из-за вас. Марек меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не рассчитаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вычислитесь как утонувший во время купания. Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. — Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках наличия обмундирования роты это обмундирование значится как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я уже довел до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование, а между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится. Из-за этого могут назначить ревизию. А когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интенданства. Вот когда пропадает две тысячи пар сапог, этим никто не интересуется. Но у нас ваше обмундирование потерялось, трагически сообщил Ванек, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку. Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Когда я служил на Карпатах, так инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли распоряжение стаскивать с замерзших солдат сапоги, не повреждая их. Стаскивали, стаскивали, а на двоих они лопнули. Правда, у одного они были разбиты еще перед смертью. И несчастье, как снег на голову, приехал полковник из интенданства, и не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову, и не свались он в долину, не знаю, чем бы все это кончилось. — С него тоже стащили сапоги? — полюбопытствовал Швейк. — Стащили? — задумчиво ответил Ванек. — Но неизвестно кто. Так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете. Повар Юрейда снову вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушенного Баалоуна, который, опечаленный и уничтоженный, сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот. — Твое место в секте Гезихастов, — с состраданием произнес ученый-повар Юрейда. Те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. Секта Гезихастов Секта среди афонских монахов XVI века После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства. Юрейда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску. — Жри, Баалоун, — сказал он ласково. — Жри, пока не лопнешь. Подавись, обжора. У Баалоуна на глазах выступили слезы. — Дома, когда мы кололи свинью, — жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску, — я сперва съедал кусок боженины. Все рыло, сердце, ухо, кусок печенки, почки, селезенку, кусок бока, язык, а потом... И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил. А потом шли ливерные колбаски, шесть, десять штучек, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сухарные. Так что не знаешь, с чего начать, то ли с сухарной, то ли с крупяной. Все тает во рту, все вкусно пахнет, и жрешь, жрешь. Я думаю, — продолжал Баалоун, — пуля-то меня пощадит. Но вот голод доконает, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил. Он только трясется, и никакого от него толку. Жена-то, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко. Я все хотел сам сожрать, и так как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выспарил свинью, зарезал ее и сожрал всю один, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостиниц. Он мне потом напророчил, что я подохну с голоду от того, что нечего мне будет есть. Так видно, оно и есть, — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы. Повар Юрейда, только что пожалевший Балуона, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балуон быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть ее в соус, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины. Юрейда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому, как пловец прыгает с мостков в реку. И, не давая Балуону вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрейда схватил и выбросил обжору за дверь. Удрученный Балуон уже в окне увидел, как Юрейда вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом так, что стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это Швейку со словами «Ешьте, мой скромный друг». Дева Мария завопил за окном Балуон. «Мой хлеб в сортире!» — размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь. Швейк, поедая великодушные дары Юрейды, говорил с набитым ртом. «Я, право, рад, что опять среди своих! Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте!» Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил. «Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы еще на несколько лет». Старший писарь Ванек с интересом спросил. «Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?» «Пятнадцать лет», — ответил Швейк. «Дело ясное. Ведь раз уже была тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать». «Денщик нашего капитана», — отозвался Юрейда, рассказывал, и будто он сам это слышал, «как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдем. После этого русские начнут переговоры о мире». «Тогда не стоило и воевать», — убежденно сказал Швейк. «Коль война, так война». «Нет, я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем валандаться возле границ?» «Возьмем, например, шведов в тридцатилетнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого немецкого брода и до липниц, где устроили такую резню, что еще нынче в тамошних трактирах говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или прусаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в липницах после них прусаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоохова и до Америки, а затем вернулись обратно». «Впрочем, — сказал Юрейда, которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку, все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина». Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольно определяющегося Марека. «Спасайся, кто может!» — завопил Марек. «Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привез с собой вонючего кадета Биглера». «С Дубом происходит что-то страшное», — информировал далее Марек. «Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремнул. Ну, растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке, и только стал засыпать, он на меня и налетел. Подпоручик Дуб поднял меня и набросился. «Ага! Удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей. Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил. «Раздел шестнадцатый, параграф девятый казарменного устава». Тут Дуб стукнул кулаком по стулу и разорался. «Видно, в батальоне хотели от меня избавиться, и не думайте, что это было сотрясение мозга. Мой череп выдержит!» Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочел вслух выдержку из одного документа. Приказ по дивизии номер двести восемьдесят. Подпоручик Дуб, думая, что тот насмехается над его последней фразой насчет крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему почину офицеру и теперь ведет его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться. Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав, и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распивал Арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда. Когда подпоручик Дуб вошел, Швейк закричал «Всем встать!» Подпоручик Дуб вплотную подошел к Швейку и крикнул ему прямо в лицо «Теперь радуйся! Теперь тебе аминь! Я велю из тебя сделать чучело на память девяносто первому полку». «Господин лейтенант», — козырнул Швейк, — «однажды я читал, осмелюсь доложить, что некогда была великая битва, в которой пал шведский король со своим верным конем. Обоих павших отправили в Швецию, и из их трупов набили чучело, и теперь они стоят в Стокгольмском музее». «Откуда у тебя такие познания, хам?» — взвизгнул подпоручик Дуб. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что моего брата, преподавателя гимназии...» Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперед гадета Биглера, прошел наверх в зал. Однако в дверях он все же не приминул обернуться к Швейку и с неумолимой строгостью римского Цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул «Большой палец книзу!» «Осмелюсь доложить!» — прокричал вслед ему Швейк. «Пальцы всегда книзу!» Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах, и после манипуляций, которые проделывали с ним как с бацилоносителем холеры, естественно, привык совершенно непроизвольно делать в штаны, пока, наконец, на одном из таких пунктов не попал в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашел холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник дратвой рваной башмаки, и направил в ближайшее этапное управление, признав легкого как пар над горшком кадета Биглера годным к строевой службе. Доктор был сердечный человек. Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым, тот, улыбаясь, ответил, «Золотую медаль за храбрость у вас еще хватит сил унести, ведь вы же добровольно пошли на войну». Итак, кадет Биглер отправился за золотой медалью. Его укрепленный кишечник уже не выделял жидкость в штаны, но частые позывы все еще мучили кадета, так что весь путь Биглера от последнего этапного пункта до самого штаба бригады, где он встретился с подпоручиком Дубом, был воистину торжественным шествием по всевозможным уборным. Он несколько раз опаздывал на поезд, потому что подолгу просиживал в вокзальных клозетах, и поезд уходил. Несколько раз он не успевал пересесть с поезда на поезд из-за того, что не мог выйти из уборной вагона. И все же, несмотря на это, несмотря на все уборные, которые стояли на его пути, кадет Биглер приближался к бригаде. Подпоручик Дуб еще некоторое время должен был оставаться под врачебным надзором в бригаде. Однако в день отъезда Швейка в батальон штабной врач передумал, узнав, что после обеда в расположении батальона девяносто первого полка идет санитарная автомашина. Врач был очень рад избавиться от подпоручика Дуба, который в качестве лучшего доказательства разных своих утверждений приводил единственный довод. Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником. Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу, подумал штабный врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на каменку Струмелову через Золтанец. Швейк не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше двух часов сидел в офицерском ватер-клозетте. Можно смело утверждать, что кадет Биглер в подобных местах никогда не терял напрасно времени, так как повторял в уме все славные битвы доблестной австро-венгерской армии, начиная со сражения 6 сентября 1634 года у Нордлингена и кончая с Сараевым 19 августа 1888 года. Несчетный раз дергая за цепочку в ватер-клозетте и слушая, как вода с шумом устремляется в унитаз, он, зажмурив глаза, представлял себе рев битвы, кавалерийскую атаку и грохот пушек. Встреча подпоручика Дуба с кадетом Биглером была не особенно приятной и, несомненно, явилась причиной их дальнейшей обоюдной неприязни как на службе, так и вне ее. Пытаясь в четвертый раз проникнуть в уборную, Дуб, разозлившись, крикнул «Кто там?» «Кадет 11-й маршевой роты Эннского батальона 91-го полка Биглер», — гласил гордый ответ. «Здесь», — представился за дверью конкурент, — «подпоручик той же роты Дуб!» «Сию минуту, господин подпоручик, жду!» Подпоручик Дуб нетерпеливо смотрел на часы. «Никто не поверит, сколько требуется энергии и упорства, чтобы в таком состоянии выдержать у двери пятнадцать минут, потом еще пять, затем следующие пять, и на стук, и толчки рукой и ногами получать все один и тот же ответ. Сию минуту, господин подпоручик!» Подпоручик от Дуба бросило в жар, особенно когда после обнадеживающего шуршания бумаги прошло еще семь минут, а дверь все не открывалась. Кадет Биглер был еще столь тактичен, что не каждый раз спускал воду. Охваченный легкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригадой, который, может быть, отдаст приказ взломать двери, вынести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации. Спустя пять минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там, за дверью, что ему уже давно расхотелось, но он не отходил от уборной из принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же сию минуту, господин лейтенант. Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу. Кадет Биглер, — загремел подпоручик Дуб, — не думайте, что я пришел сюда с той же целью, что и вы. Я пришел сюда, потому что вы, прибыв в штаб бригады, не явились ко мне с рапортом. Не знаете правил, что ли? — Известно ли вам, кому вы отдали предпочтение? Кадет Биглер старался вспомнить, не допустил ли он чего противоречащего дисциплине и инструкциям, касающимся отношений низших офицерских чинов с более высокими. В его познаниях в этой области был большой пробел. В школе им не читали лекции о том, как в таких случаях низший офицерский чин обязан вести себя по отношению к старшему. Должен ли он, не доделав, вылететь из уборной, одной рукой придерживая штаны, а другой отдавая честь? — Ну, отвечайте, кадет Биглер, — вызывающий крикнул подпоручик Дуб. И тут кадету Биглеру пришел на ум самый простой ответ. — Господин подпоручик, по прибытии в штаб бригады я не имел сведений о том, что вы находитесь здесь, и, покончив со своими делами в канцелярии, немедленно отправился в уборную, где и находился вплоть до вашего прихода. И он торжественно добавил. — Кадет Биглер докладывает о себе господину подпоручику Дубу. — Видите? — Это не мелочь, — с горечью сказал подпоручик Дуб. — По моему мнению, кадет Биглер, вы должны были сейчас же, по прибытии в штаб бригады, справиться в канцелярии, не находится ли здесь случайно офицер вашего батальона и вашей роты. О вашем поведении мы вынесем решение в батальоне. Я еду туда на автомобиле, вы едете со мною. — Никаких «но». Кадет Биглер возразил было, что у него имеется составленный штабом бригады железнодорожный маршрут. Этот вид транспорта для него намного удобнее, если принять во внимание слабость его прямой кишки. Каждому ребенку известно, что автомобили не приспособлены для таких случаев. — Пока пролетишь 180 километров, наложишь в штаны. Черт знает, как это случилось, но вначале, когда они выехали, тряска автомобиля никак не подействовала на желудок Биглера. Подпоручик Дуб был в полном отчаянии от того, что ему не удается осуществить свой план мести. Дело в том, что когда они выезжали, подпоручик Дуб подумал про себя. — Подожди, кадет Биглер, ты думаешь, что я позволю остановить, когда тебя схватит? Следуя этому плану, Дуб, насколько позволяла скорость, с которой они проглатывали километр за километром, начинал приятный разговор о том, что военные автомашины, получившие определенный маршрут, не должны зря расходовать бензин и делать остановки. Кадет Биглер совершенно справедливо возразил, что на стоянке бензин вообще не расходуется, так как шофер выключает мотор. — Поскольку, — неотвязно твердил подпоручик Дуб, — машина должна прибыть на место в установленное время, никакие остановки не разрешаются. Со стороны кадета Биглера не последовало никаких реплик. Так они резали воздух свыше четверти часа, вдруг подпоручик Дуб почувствовал, что у него пучит живот, и что было бы желательно остановить машину, вылезти, сойти в ров, спустить штаны и облегчиться. Он держался героем до сто двадцать шестого километра, но больше не вынес, энергично дернул шофера за шинель и крикнул ему в ухо «Хальт!» — Кадет Биглер, — милостиво сказал подпоручик Дуб, быстро соскакивая с автомобиля и спускаясь в ров. — Теперь у вас также есть возможность... — Благодарю, — ответил кадет Биглер. — Я не хочу понапрасну задерживать машину. Кадет Биглер, который тоже чувствовал крайнюю потребность, решил про себя, что скорее наложит в штаны, чем упустит прекрасный случай осрамить подпоручика Дуба. До Золтанца подпоручик Дуб еще два раза останавливал машину и на последней остановке угрюмо буркнул. На обед мне подали «Бигас» по-польски. — Бигас по-польски гуляш, приготовленный из свинины с кислой капустой. Из батальона пошлю телеграфную жалобу в бригаду. Испорченная кислая капуста и негодная к употреблению свинина. Дерзость поваров переходит всякие границы. — Кто меня еще не знает, тот узнает. Фельдмаршал Ностиц Ринек, цвет запасной кавалерии, ответил на это Биглер и сдал сочинение, что вредит желудку на войне, в котором он вообще не рекомендует есть свинину во время военных тягот и лишений. Всякая неумеренность в походе вредна. — Подпоручик Дуб не произнес ни слова, только подумал про себя. — Я тебе покажу, ученость, мальчишка. А потом, поразмыслив, задал Биглеру глупейший вопрос. — Итак, кадет Биглер, вы думаете, что офицер, по отношению к которому вы должны вести себя как подчиненный, неумеренно ест? — Не собирались ли вы, кадет Биглер, сказать, что я обожрался? — Благодарю за грубость. — Будьте уверены, я с вами рассчитаюсь. Вы меня еще не знаете. Но когда меня узнаете, вспомните подпоручика Дуба. На последнем слове он чуть было не прикусил себе язык, так как в это время они перелетели через вымоенную. Кадет Биглер опять промолчал, что снова оскорбило подпоручика Дуба, и он грубо спросил. — Послушайте, кадет Биглер, я думаю, вас учили отвечать на вопросы своего начальника. — Конечно, — сказал кадет Биглер. — Есть такое место в уставе. Но прежде всего следует разобраться в наших взаимоотношениях. Насколько мне известно, я еще никуда не прикомандирован, так что вопрос о моем непосредственном подчинении вам, господин подпоручик, совершенно отпадает. — Однако самым важным является то, что в офицерских кругах на вопросы начальников подчиненный обязан отвечать лишь по служебным делам. — Поскольку мы здесь сидим вдвоем в автомобиле, мы не представляем собой никакой боевой единицы, принимающей участие в определенной военной операции. Между нами нет никаких служебных отношений. — Мы оба направляемся к своим подразделениям, и ответ на ваш вопрос, собирался ли я сказать, что вы, господин подпоручик, обожрались, ни в коем случае не явилось бы служебным высказыванием. — Вы закончили? — заорал на него подпоручик Дуб. — Вы? — Да. — заявил твердо кадет Биглер. — Не забывайте, господин подпоручик, что нас рассудит офицерский суд-честик. Подпоручик Дуб был вне себя от злости и бешенства. Обыкновенно волнуясь, он нес еще большую ерунду, чем в спокойном состоянии, поэтому он проворчал. — Вопрос о вас будет решать военный суд. Кадет Биглер воспользовался случаем, чтобы окончательно добить Дуба, и по тому самым дружеским тоном сказал, — Ты шутишь, товарищ? Подпоручик Дуб крикнул шоферу, чтобы тот остановился. — Один из нас должен идти пешком, — сказал он заплетающимся языком. — Я еду, — спокойно ответил кадет Биглер. — А ты, товарищ, поступай, как хочешь. Поехали. Словно в бреду, заревел на шофера подпоручик Дуб и завернулся в тогу молчания, полного достоинства, как Юлий Цезарь, когда к нему приблизились заговорщики с кинжалами, чтобы пронзить его. Так они приехали в Золотонец, где напали на след своего батальона. В то время как подпоручик Дуб и кадет Биглер спорили на лестнице о том, имеет ли никуда незачисленный кадет право претендовать на ливерную колбасу из того количества, которое дано для офицеров различных род, внизу в кухне уже насытились, разлеглись на просторных лавках и вели разговоры о всякой всячине, пуская вовсю дым из трубок. — Повар Юрой да объявил. — Итак, я сегодня изобрел замечательную вещь. — Думаю, что это произведет полный переворот в кулинарном искусстве. — Ты ведь, Ванек, знаешь, что в этой проклятой деревне я нигде не мог найти майорана для ливера. — Херба майорана, — вымолвил старший писарь Ванек, вспомнив, что он торговец аптекарскими товарами. Юрой да продолжал. — Еще не исследовано, каким образом человеческий разум в нужде ухитряется находить самые разнообразные средства, как перед ним открываются новые горизонты, как он начинает изобретать всякие невероятные вещи, которые человечеству до сих пор и не снились. — Ищу я по всем домам майоран, бегаю, разыскиваю всюду, объясняю, для чего это мне надо, какой он с виду. — Тебе нужно было описать его запах, — отозвался Славки Швейк. — Ты должен был сказать, что майоран пахнет, как пузырек с чернилами. Если его понюхать, в аллее цветущих акаций. — На холме в Богдольце, возле Праги, — но Швейк, — перебил умоляющим голосом вольно определяющийся Марек, — дайте Юройде закончить. Юрой да рассказывал дальше. В одном доме я наткнулся на старого отставного солдата времен оккупации Боснии и Герцеговины, который отбывал военную службу уланом в Пордубицах и еще не забыл чешского языка. Пордубицы. Город в Чехии. Тот стал со мной спорить, что в Чехии в ливерную колбасу кладут не майоран, а ромашку. Я, по правде сказать, не знал, что делать, потому что каждый разумный и объективный человек должен считать майоран королем всех пряностей, которые идут в ливерную колбасу. Необходимо было быстро найти такой заменитель, который придал бы колбасе характерный пряный привкус. И вот в одном доме я нашел свадебный миртовый веночек, висевший под образом какого-то святого. Жили там молодожены, и веточки мирта у веночка были еще довольно свежие. Я положил мирт в ливерную колбасу. Правда, свадебный веночек мне пришлось три раза ошпарить кипятком, чтобы листочки стали мягкими и потерялись чересчур острый запах и вкус. Ну, понятно, когда я забирал для ливера этот свадебный миртовый веночек, было пролито немало слез. Молодожены, прощаясь со мной, уверяли, что за такое кощунство, ведь веночек свеченый, меня убьет первая пуля. Вы ели мой суп из потрохов, но никто из вас не заметил, что он пахнет миртом, а не майораном. В Индрашиховом Граце, — отозвался Швейк, — много лет тому назад был колбасник Йозеф Линек. У него на полке стояли две коробки. В одной была смесь всяких пряностей, которые он клал в кровяную и ливерную колбасу, в другой — порошок от насекомых, так как этот колбасник неоднократно мог удостовериться, что его покупателям часто приходилось разгрызать в колбасе клопа или таракана. Он всегда говорил, что клопам присущ пряный привкус горького миндаля, который кладут в бабу, но прусаки в колбасных изделиях воняют, как старая заплесневелая Библия. Ввиду этого он зорко следил за чистотой в своей мастерской и повсюду рассыпал порошок от насекомых. Так вот, делал он раз кровяную колбасу, а у него в это время был насморк. Схватил он коробку с порошком от насекомых и всыпал этот порошок в фарш, приготовленный для кровяной колбасы. С тех пор в Индрижиховом Грации за кровяной колбасой ходили только к Линеку. Люди буквально ломились к нему в лавку. Он был не дурак и смекнул, что причиной всему порошок от насекомых. С этого времени он стал заказывать наложенным платежом целые ящики этого порошка, а фирму, у которой он его покупал, предупредил, чтобы на ящиках писали «индийские пряности». Но это было его тайной, и он унес ее с собой в могилу. Но самое интересное оказалось то, что из семей, которые покупали у него кровяную колбасу, все тараканы и клопы ушли. С тех пор Индрижихов Градец принадлежит к самым чистым городам во всей Чехии. — Ты кончил? — спросил вольно определяющийся Марек, которому, должно быть, тоже не терпелось принять участие в разговоре. — С этим я покончил, — ответил Швейк. — Но аналогичный случай произошел в Бескидах. Об этом я расскажу вам, когда мы пойдем в сражение. Вольно определяющийся Марек начал. — Поварское искусство лучше всего познается во время войны, особенно на фронте. Позволю себе маленькое сравнение. В мирное время все мы читали и слушали о так называемых ледяных супах, то есть о супах, в которые кладут лед. Это излюбленные блюда в Северной Германии, Дании, Швеции. Но вот пришла война, и нынешней зимой на Карпатах у солдат было столько мерзлого супа, что они в рот его не брали. А между тем это изысканное блюдо. — Мерзлый гуляш есть можно, — возразил старший писарь Ванек. — Но недолго. Самой большей неделю. Из-за него наша девятая рота оставила окопы. — Еще в мирное время, — необычайно серьезно заметил Швейк, — вся военная служба вертелась вокруг кухни и вокруг разнообразнейших кушаний. Был у нас в Будиевицах обер-лейтенант Закрейс. Тот всегда вертелся около офицерской кухни, и если солдат в чем-нибудь провинится, он командует ему смирно и напустится. — Мерзавец, если это еще раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету, раздавлю тебя в картофельное пюре, и потом тебе же дам это все сожрать. Полезут из тебя гусиные потроха с рисом. Будешь похож на шпигованного зайца на противне. Вот увидишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтобы люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой. Дальнейшее изложение и интересный разговор об использовании меню в целях воспитания солдат в довоенное время были прерваны страшным криком сверху, где закончился торжественный обед. В беспорядочном гомоне голосов выделялся резкий голос кадета Биглера. — Солдат должен еще в мирное время знать, чего требует война, а во время войны не забывать того, чему научился на учебном плацу. Потом запыхтел подпоручик Дуб. — Прошу констатировать, мне уже в третий раз наносят оскорбление. Наверху совершались великие дела. Подпоручик Дуб, лелеевший известные коварные умыслы против кадета Биглера и жаждавший злить свою душу перед командиром батальона, был встречен страшным ревом офицеров. На всех замечательно подействовала еврейская водка. Один старался перекричать другого, намекая на кавалерийское искусство подпоручика Дуба. — Без грума не обойдется. Испуганный мустанг. Как долго, приятель, ты пробыл среди ковбоев на западе. Цирковой наездник. Капитан Сагнар быстро сунул Дубу стопку проклятой водки, и оскорбленный подпоручик Дуб подсел к столу. Он придвинул старый поломанный стул к поручику Лукашу, который приветствовал его участливыми словами. — Мы уже все съели, товарищ. Кадет Биглер строго по инструкции доложил о себе капитану Сагнару и другим офицерам, каждый раз повторяя, кадет Биглер прибыл в штаб батальона. Хотя все это видели и знали, тем не менее его грустная фигура каким-то образом осталась незамеченной. Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои познания, почерпнутые из учебников. Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стуча пальцем по столу, ни с того ни с сего обратился к капитану Сагнару. Мы с окружным начальником всегда говорили «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне». Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы. До этих слов продиктовал уже больной Ярослав Гашек похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны. Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после Первой мировой войны. Конец книги Апрель 1994 года Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий Забаровский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова